Политический скандал в Первоуральске. Жестоко избит депутат городской думы Александр Цидилкин. Он направлялся на заседание местной думы, где депутаты должны были заслушать годовой отчет мэра Переверзева. Случайны ли такие совпадения, выясняла Юлия Воронина. Велятся перерыв на 20 минут. Поясните, в чем чрезвычайность ситуации. Избили депутата Цидилкина, он лежит в подъезде в крови. Такого не ожидал никто. Поначалу многие депутаты даже не поверили в то, что сообщение правда. Но оказалось, политический скандал обернулся человеческими жертвами. Единоросс Александр Цидилкин был обнаружен коллегами в подвале собственного дома. Незадолго до начала важнейшего заседания Первоуральской думы он позвонил коллегам и сообщил. Его жестоко избили, он не в состоянии передвигаться. Уже позже в больнице Александр Цидилкин признался. Он узнал преступника. Сорвал с него маску. Мне это лицо там показал знакомый, я предположительно там. Догадываюсь, кто это. Я говорю, я тебя узнал. И он электрошокером начал мне в глаза. У меня такое впечатление было, что он просто хотел меня добить. Я убежден, что сделали это дело заказное. Перед этим мне звонили, говорили, чтобы голосовал я, как они там просили. Александр Цидилкин уверен, нападение на него чей-то заказ. Депутат считает, убрав его с пути, злоумышленники хотели совать заседание думы. Поэтому даже в тяжелом состоянии он все-таки хотел быть вместе с коллегами. Форменное безобразие. При этом он вроде хорохорился. Все болит, все стонет, болит. Ноя, рука, нога. Хотел, говорит, отнесите на носилках. Я буду участвовать в заседании, но врачи категорически запретили ему передвигаться. Несмотря на чрезвычайное происшествие, заседание Первоуральской городской думы все же состоялось. Явился на него и глава города Юрий Переверзев. Правда, услышать годовой отчет депутатам так и не удалось. Юрий Переверзев выступать отказался. Сослался, что в зале нет его сторонников. Отчет у вас на письменных науках. Вы можете поступить, у вас есть спасение. Труд мэра Первоуральска у многих депутатов вызывает искреннее недоумение. За красивой обложкой, по мнению парламентария, вскрывается весьма сомнительное содержание. Так зачем тогда он пишет нам такие цифры, что у нас туда устройство растет? Когда он четко сказал, что у нас чуть ли не полгорода уезжает Екатеринбург на работу. Екатеринбург для нас главная градообразующая предприятие. В итоге депутаты ставят главе Первоуральской неуд. Инициатором такого решения была фракция депутатов от Единой России. Слишком много обещаний, слишком мало результатов. В городе кризис ЖКХ, не хватает мест в детских садах, проблема с ремонтом дорог. О результатах заседания депутат Цидилкин узнает от коллег. В больнице он пробудет еще долго. Инцидент с избиением депутатов Первоуральски уже прокомментировал губернатор. Евгений Куевышев назвал это грубым криминальным давлением на работу местной думы. По сути, это какой-то привет из 90-х, когда вопросы политики, экономики решались методами бейсбольных бит и криминальными разборками. Сегодня в Свердловской области нужно сделать все, чтобы такие методы не проходили. Уже составлен фоторобот подозреваемого. Стала известна еще одна деталь. В руках у него было синее ведро. По факту нападения на Александра Цидилкина возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство и побои». Юлия Воронина, Александр Жанников. События ОТВ.